...38 минуты. ...5-й пусин. Плотку, молодая жизнь. Работу, молодая жизнь. Не зря бы у меня на доске прошло. Молодец, молодец. Тяжело было. Вы знаете, вот всё-таки в Ульяновской области очень много опытных педагогов, которые показывают свой опыт. Продолжая показывать, мне кажется, вот это был такой разговор профессиональный, а не столько участия в конкурсе. Вот такое ощущение осталось от конкурса. Но всё равно в профессиональном разговоре вы абсолютны. Абсолютный победитель, абсолютный педагог, абсолютная жена и мать. Близкие коллеги в надежде Тасимовой видят одни плюсы. Их по достоинству оценила и жюри Всероссийского конкурса Арктур. Самопрезентация, решение управленческой задачи и собеседование. Эти испытания прошла она отлично. Я понимаю, насколько тяжёлый путь проходят наши конкурсанты. Ведь это и стрессы, и эмоции. Доказать на уровне России, что педагог абсолютен в своих компетенциях, в своих профессиональных возможностях, в своих знаниях, любви к детям, ну это дорогого стоит. Абсолютным победителем Всероссийского конкурса могут стать педагоги, о которых принято говорить специалист с большой буквы. Результат упорного труда, полная дача своему делу. И зачастую сам процесс преподавания остаётся нераскрытым. В Центре детского творчества номер один надежда помогает раскрывать таланты детей ежедневно. И о том, как проходит урок, расскажет и покажет. Здравствуйте, ребята! Сегодня наша тема занятия. Мы ещё раз с вами повторим, как создавать 3D-модель, используя два плана. На данный момент на экране у нас представлен медвежонок, да, вид спереди и вид сбоку. Рассказать и наглядно показать. Необходимо заинтересовать юных слушателей и завладеть их вниманием. Итак, для создания творческой работы, объёмной с помощью 3D-ручки, что мы используем в качестве каркаса? Мы делаем модель фигурки из фольги. Ну, например, это у нас медвежонок. Что мы делаем? Какие детали? Голову, туловище, лапы. На первый взгляд работа педагога простая, но по факту напряжённая и ответственная. Готовит детей к успешной взрослой жизни и выявлять и поддерживать таланты. Эту миссию Надежда выполняет больше 20 лет. Педагогом я стала случайно, но это случайность не случайная. С самого детства увлекалась различными видами творчества, то есть работала руками. И когда в 98-м году были некоторые сложности с работой, я вот попала именно в дополнительное образование. Вообще начала я как педагог дополнительного образования немножко с другого направления. У меня студия керамики. И вот она сейчас, наверное, только начала уже заканчивать, работать в этом направлении. На смену старому новое, современное направление – 3D-моделирование. Пять лет назад на форуме в Москве увидела по-своему уникальный инструмент, создающий объёмные фигуры. А заммастерство хотела научить своих воспитанников. На пути к цели мешало одно – отсутствие необходимых материалов и техники для творчества. Мы выигрываем грант как раз под 3D-моделирование, под всё остальное, и начинаем развивать это направление. Уже начиная с третьего класса мы знакомимся с понятиями осей, высота, ширина, глубина и так далее. Мы начинаем работать с геометрическими телами, с геометрическими фигурами. Самое главное, что мы создаём творческие проекты на основе интереса ребёнка. И развивается он действительно с интересом. Для Азата Зарипова 3D-моделирование не просто хобби, но и источник достижений. В кружке занимается около года, но уже является победителем регионального конкурса. Я хотел, чтобы можно было поставить на место какое-то красивое. Оно двигалось, не просто было статичное что-то. Вот здесь вода течёт. Я сначала создал эскиз в программе «Бленда», потом некоторые детали уточнил, ну, создал заново, с точными размерами в программе «Компас», распечатал всё на 3D-принтере и собрал с помощью клей-постолета. На очереди всероссийский уровень. Конечно, во многом благодаря талантливому педагогу, умеющему заинтересовать своих подопечных. Мотивация, постоянное развитие и любовь к детям – три кита успеха педагога, для которого невозможное в любимом деле возможно. Екатерина Горбачёва, Павел Асланиди, Алексей Юферев, репортер 73.